приветствую вас друзья мои тимур ханов со своей новой программой откровенное ханство а точнее серии интервью под названием человек вблизи сегодня я должен поговорить хочу поговорить с виктором ивановичем казадуем доктором исторических наук исполняющим обязанности директора института истории академии наук он известен хорошо в новосибирском интернете фейсбуке ну и не только работал и преподавателем и политиком был заместителем губернатора новосибирской области депутатом городского совета законодательного собрания ну известный человек что его представлять где-то он здесь ходит давайте мы его найдем напишите пожалуйста как звука картинка а вон он вон он стоит ждет уже так поспешим так прошу написать как картинка чтобы я слышно ли меня я прошу извинить немножко задержался пока технику настраивал привет виктор да вы с виктором ивановичем давно знакомы сколько вы знакомы куда пойдешь с 90 года да и вот как поэтому с ним давно на ты и поэтому поэтому разговор будет такой как между почти как между друзьями всего-то 28 суши ты выглядишь что это так выглядит словно в детском саду познакомились ну вот ну да я старше значит я уже был в школе но знаешь вот я старше по возрасту но по политическому опыту конечно не только не старше и докторской степени у меня нет скажи пожалуйста зачем тебе нужно было докторская степень да я напомню что виктор ваш доктор исторических наук ну как зачем сначала кандидатскую когда входишь в определенный ритм идет дальше поиск работа инерции ну в том числе да ну я же историк до мозга костей поэтому это 4 этап понимаешь самое главное ведь не сама защита да это как очень важен сам процесс и когда работаешь на какой-то работы до ищешь материалы это же поиск это самопознание самообразование любопытство то издал тебе получается или голову историка должны показ мы как бы два того вы уходить по полей по этой пойдем туда-сюда где спокойнее где машин меньше и ветра меньше чтобы звук был хорошим историк должен быть любопытный качество историк ну вообще на любой ученый или всякий человек ну я по других ученых не знаю про историку больше степени конечно а как тебе угора ой я уже так буду говорить как угораздил стать историком ведь далеко не все любопытные становятся историками да я не знаю наверно с детства был обрещен на это и в общем то насколько я себя помню ничего другого у меня никогда не было это буквально с детства а что у тебя было по истории в школе я тут людей спрашивал это был интересный момент значит у меня всегда стояли пятерки до десятого класса десятом классе у меня был жесткий конфликт с учительницей историях но такая была старая школа махровая сталинистка ну естественно и часто теряла там и память и забывала все то даже то а я был такой наглый водой что-нибудь почитаешь вопросы такие каверзные извини тогда тогда ты был наглый молодой а сейчас хорошо и что а так ты и доставала стоит вопросами ну да доставал вопросами но время таблетки 70-е годы конец еще такие советские вроде как бы не сильно положено на во втором полугодии 10 класса поставил мне трояк и годовую вывела тройку и потом за плохое поведение получается вот там снижало просто оценки подожди от экзамен я сдал на пятерку и у меня общее вышло 4 очистать так ты над ней прикалывался или ты задавал вопросы по истории типа там что-нибудь ну пытался там дискуссии какие-то заводить чего там чего-то так сказать ну чем-то читаешь вот человек работает по шаблону да ты задаешь вопросы начинает нервничать в итоге думал что я там как-то плохо себя веду из-за этого то есть ты вел себя не так как остальные у нас вообще класс очень дружный был в этом отношении кстати с ребятами до сих пор дружим и одноклассниками это какая школа это двадцать первая школа в дзержинском районе 69 года вот на будущий год у нас уже будет 50 лет как мы с некоторыми дружим ребятами то есть первого класса и так вот до сих пор мы сохранили эти отношения и а что касается самой истории но это буквально знаешь у меня семья была такая многодетная 5 ребенок семье и сабы и самый младший да вот это как андинок получается вспомнил опять его 2 но у него побольше да но тоже молодцы и мы жили на улице менделеева у нас тут такой не у нас выжили в бараке одна комната была 18 квадратных метров и нас там 7 человек ну естественно старшие братья учили в школе они разбрасывали учебники а я читать не умел и смотрел картинки мне очень сильно нравилась история древнего мира так ты начал с картинок с картинок да там пещерные люди потом восстание желтых там и красных повязок до лазератора я напомню молодому поколению что тогда интернета не было и телевизора толком тоже не было но потом в школах четвертый класс и получились такой предмет был как рассказы по истории сэр ну и тут я уже докладами выступал ну и по сути дела уже к школе окончанию у меня ничего другого кроме как истории ничего и не было настроение это же лист на тоже не сразу прошел в институт учиться нет не сразу да я значит после школы у меня был зовут точь машина где вот камера почему не сидит ну у меня там сложная ситуация была эти стат нехти какой был поэтому надо было взять паузу кажется каждый тогда тем кто с производства была поблажка при поступлении не так ли не в этом не делаем потом армия была армия два года я служил на дальнем востоке в каком качестве ну не генералом это точно таким звание закончим рядовым рядовым чем заниматься пришлось в армии воде и водителем был там или стрелком или я не знаю писарем был писали время но в том числе да а на посту приходилось стоять ну конечно я даже в ноябре 81 года это берег японского моря долл и ветер вот кто знает приморье это вот такая ситуация там минус 15 градусов но ветер и такое впечатление что ты в чистом поле в трусах стоишь хотя в шинели да ну там бушлат был и меня буквально сняли с поста уж и обморозил у меня потом лет двадцать наверно как сам температура менялась уши в трубочку сворачивались подожди был на посту это с автоматом естественно сколько патронов с собой два рожка по 10 патронов слушай а если бы на пост кто-то что-то нарушил ты был готов человека выставить я вот все время мечтал чтобы этого не было ты так сказал словно было это случилось ну всякое что может быть ну какие-то приключения были там кто-то что-то какие-то или все мирно ну слава богу мне стрелять никогда не приходилось в этом только на полигоне кир где мы там стреляли ну учебный и вот это вот сам это парнию армия вот эти два два года до два года ты жалеешь о них за их жалко эти два года и абсолютно не жалею ну сейчас по протяжению времени конечно не жалею а стоп-соп-соп а тогда послуживший ты сожалел кажется наверное не хотелось тогда идти как бы в этом отношении почему не хотелось ну ты вспомни сам то время тогда же не было мысли например там какие-то отмазки от армии там откупиться все должны быть служить это мне три брата все служили два племянника все служили а сын с этой служил сцену по очень такой поломанный ребенок у нее все там грудки люди он ломал постоянно у нее только вот по этому состоянию реально комиссованы да ты отмазывать не пришлось да нет но он просто в отличие от меня это такой товарищ спокойно он экстремал там эти велосипеды вот эти горные какие-то да потом лыжи там еще чего-то и так давай тогда сразу раз за семье у тебя один ребенок до 1 ребенок одна жена в этом году у нас 30 лет будет совместная ахомутала меня помолвить это она тебя хомутала или ты и уже было 20 лет не то всего 27 было поэтому что в состав ей 20 и 20 это была любовь с первого взгляда или это такой по расчету вот какой некий расчет был с моей стороны да что по расчету а в чем был твой расчет ну как ну как понимаешь мы с ней познакомились вообще и вот многие час комсомол ругает в этом году 100 лет долет как рука для меня это на по наоборот как бы все было здорово потому что с будучи супругой мы познакомились в комитете комсомолок и мы все туда она пришел я там был избранный секторем в зам секторе она пришла там секторе учета и мы там собственно говоря познакомились как бы так взаимодействовали и потом мы расстались ну по работе имеется еду она работала в доме культура ну и как то вот я помню там 12 мая по-моему до 12 13 13 мая 1988 года недавно был юбилей с годовщины в юбилея 88 слушай меня она мне позвонила я лежал дома спал никого не только он мне позвонил и какие-то у меня там неприятности были в этом в общежитии уже прошло несколько лет после того как мы там кинтингом самого работали она мне что говорит и я так спросу я собирался ехать и растворить океан вожатым работать я тогда не вас туда и я говорю подожди я чат тебе приеду ну и поехал по дороге и цветы продают гвоздики везде продавали да тогда другие цветов я купил там букетик гвоздик и поехал к нему на работе баллов д.к. прогресс ну и пришел и я постижно сделаю и предложение подожди подожди а в чем расчет то и расчет я все время вот знаешь как бы я как историк свое время выучил что некие дворяне я хоть и не дворянин но в тем не менее как бы кольта женился на крестьянках я для себя как бы решил что я должен жениться если женюсь на девочки из деревни она мне сельская салтайского края вот это был мой главный расчет потом я ее привез домой а сам уехал ки она она где-то там полгода жила вами у нас дом сделал предложение и привез ее домой но не сразу через несколько дней что вам рассказал мама я чему нас как-то сразу понимаешь что у меня у нас хобы такая да сейчас куда-то идем любую даже незнакомую компанию на приходит вокруг нее сразу все дети вот все дети сколько есть и вокруг нее даже те которые первый раз видит она такая очень небо не стал так сильно камеру кабельная ночи такая не как магнит вот люди притягиваются очень доброжелательная в этом отношении как бы без всякого а вот ты приехал сделал сразу сделал предложение что на как она задумалась ли стал ура наконец-то что она сказала ты помнишь если если это не секрет мы не сказал разве не неожиданно конечно было а потом я вот ему подумать недельку на быть мнение не думать не будем тоже практичная девушка любовь куда-то едешь а ну ах вот как-то а там все-таки была любовь не меня тоже здорово у вас один сын да один сын внука внучка внука внучка и есть да друзья есть очень важное обстоятельство которому я по-хорошему завидую внука на виктора ивановича зовут виктор иванович это что это что за такая традиция называть одинаково не сложно сказать когда я конечно хотел внука хотя внучка я очень люблю я и супруга у нас внучка такая умница естественно сколько и лет 6 лет уже в этом году на школу пойдет здорово прям ну души мы не чаем не конечно хотел очень внука потом этот внук родился никто мы не я не супруга никто не настаивали по именам а потом мне сказали что решили назначить тронки конечно неприятно будет что тут скрывать а сына то почему ты назвал как кота же как отца в честь деду да в честь отца он был живой тогда да расскажи немножко про завиваться и вообще про предков вот как раз с исторической точки зрения и с личной семейной все приехали в сибирь во время сталописской реформы напомнить тем кто не в курсе то есть это еще до революции до революции да по материнской линии как раз прадед он прибыл понимал участие в революционных событиях пятого года вместе с мужиками они сожгли барское имение этого из батареи а их начали преследовать и он потом эмигрировал через руку в америке в америку и несколько лет там жил в это время вот эта реформа и семья приехал сюда в сибирь он там заработал денег в америке и писал письма покаянная для барина просил прощения заплатили денег ему разрешили вернуться и он то есть он закомпенсировал убыток который принес какой-то да есть я точно не знаю эту историю потому что давно было документов нет никаких ты его не видел нет его не видел он во время войны ну понятно ну и все жилет это убинский район село ермолаевка там собственно говоря родители познакомились отец у меня он из семьи кстати дед был меня репрессирован в тридцать седьмом году что он ноября тридцать седьмого года несмотря на то что был там ударник труда производства большая семья там 5 детей в один вечер его взяли там по тройке осудили и он потом так магадане и сгинул отец его не видел отец уже потом ушел на войну он 42 года воевал подожди а ты про деда я ты не рассказывал что ты документы видел про деда да была у меня такая история печальная я всегда работал администрации мне сотрудники органов по моей просьбе принесли иди дело деда нашли его я его читал и для меня там конечно был очень такая момент такой очень тяжелый что я там нашел показания ну как бы на деда от другого близкого родственника вот прямо показания я конечно этого не знал и у меня прям уж кому голову и ну то есть всю жизнь мы там жили и все это знали отец знал оказывается я потом узнал ну виду как считаешь может лучше было не видеть не смотреть на эти документы понимаешь я думаю что там скорее всего эти показания просто другого родственника заставили подписать я всего сам не давал потому что там в конце было когда пятьдесят седьмом году реабилитировали областной суд он очень досконально рассматривал и все свидетели которые давали показания их перед опрашивали а вот как это было не галочная да вот от реабилитации нет 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 очень тщательно все это конкретно все это говорилось все это было сделано и его реабилитировали из-за отсутствия состава вообще событий фактор что там это вот это момент такие были ну как там по легенде говорят что конечно пришла разнорядка на 15 человек и он оказался 15 в этом списке будет тяжелую историю конечно то есть вот это как историческое важное историческое обстоятельство 37 год прошелся по вашей семье но он по многим семьям прошел но я тебе хочу сказать знаешь от отец он хоть и был старшей семьи ребенок конечно там были вот эти вот что вы там дети врага народа и прочим собственно говоря и на фронт из-за этого хотел уйти чтобы доказать что это все не так а партию вступал да он был партийный он во время войны что там на фронте вступил в партию долгие годы был там но не вот простой работяга он работал потом печеньком он рассказывал тебе про войну рассказывал он нам всем рассказывал но я не могу сказать что это был какой-то восторг он все время так как-то да немногие того поколения если отмечали это так не очень пышно в своем кругу тихонечко за бутылкой за рюмкой и так ну когда спрашивали по батте было страшно мы очень не смотрели героических героев он где-то конечно было страшно все боялись но тем не менее у него один красной зелёной славы медаль звуков был ранен которым то есть войну закончил в праге его давно уже нет с 92 года а ты ходи ты ходишь на бессмертный полк я думаю праздную не праздную отмечаю а почему не ходишь на бессмертный полк как ты относишься к этой идее врачи в целом я думаю что идея хорошая сама по себе ну я считаю что это сугубо личное такое семейное я без всяких претензий тут просто мое восприятие такое не думаю что это надо выставлять на показ мы отца все помним и чтим и вспоминаем и я пытаюсь там изучать как бы он оставил свои воспоминания писал записал он записал да оставил свои воспоминания слушай а вот это как-то личная история прошедшая через дополез история прошедшая прошедшая по семье репрессии война освоение сибири вот это помогает в твоей сегодняшней работе когда ты напомню виктор иванович с недавних пор исполняет обязанности директор института истории академии сибирского отделения академии науки правильно звал как помогаю как-то влияет вот этот ну конечно помогает по крайней мере с точки зрения личного восприятия понимания как бы ситуации понимания ткани вот этого фона который приходил себе как-нибудь в научном споре говорить а вот в моей семье да нет но это в научном споре нельзя такие вещи использовать потому что в научном споре в дискуссии надо все-таки аргументы документы какие-то реальные факты понимаешь но быть свидетелем или участником чего это не значит что ты полностью знаешь досконально ситуацию а то есть частный случай это вовсе не естественно слушай а в чем за работа историка вот казалось бы в чем интересно стану бумаги обычно какие-то или там да ну чаще всего ты понимаешь на самом деле про их процесс поиска информации материалов это не менее увлекательны чем все остальное когда ты еще какие-то материалов мир сидишь в россии виде библиотеке и полностью погружайся в эту ситуацию это вот как переносится на машине времени вот в далекие времена вот методом погружения например для себя чувствуешь оператора машины времени но по сути его да это ну и кстати не только я это многие так на самом деле ты изучаешь там жизнь человека вы пытаясь пытаясь и мыслить как он пытаясь и подугадать какие-то у меня кстати вот с моим героем а вот да да давай травм у меня была такая ситуация у него есть откуда взялся из бычков расскажи коротко хотел про дура сказать ладно это не за уволился из администрации в четырнадцатом году к этому еще вернемся у меня значит ну надо было чем-то заниматься чтобы себя занять огня до этого еще была идея написать книгу по поводу революции попытаться разобраться но с иных методологических позиций с иных относительно чего по сравнению советской цариографии марксистской методологии долгую как бы использовать более такое я начал накапливать материал начал вы изучать материал хотя у меня много книг например до этого было и я тут когда начал заниматься я там перечитал множество мемуаров воспоминаний и там часто бывало эта фигура гучкова причем такие знаешь полярные одни сильно хвалят а другие танки гений там еще другие это сволочь там герзается там он во всем виноват и так вот очень полярная оба какой левый правый он был октябрист союз 17 октября это ли такого либерального толка естественно как партия поддержки правительства столыпина он будет поддержки него политическая ориентация как-то на твой интерес повлияла нет абсолютно не больше была интересна сама личность и я потом ну решил больше узнать о нем и когда начал больше узнавать то это так увлекло оказалось такая не действительно не родина рано лично потому что когда в институте мучили ну там знали милюков гучков это было примерно одно и то же как на самом деле это все оказалось далеко не так у него очень интересная биография такой и ты написал человек действия человек действия я когда начал работать над его биографию я там встретил такой эпизод там 1900 1912 год он там проиграл выбора в государственную думу и по многим воспоминаниям говорит он типа ушел из политики привет 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 телевидение сейчас мы вернемся к нам дети дети чувствуют прямой эфир ну и по многим воспоминаниям там людей того времени что вот гучков типа ушел вы из этого самого из политики а я уже так вошел в этот его биографию и посмотрел там нигде не написано и я как бы предполагал что вот такой человек не мог бросить потому что знаем все биографии предыдущего что просто так вдруг сеть вернее прийти домой лечь на диван и лежать никого не трогать это не на кстати не его путь кстати друзья фраза лежу на диване никого не трогаю это ноу-хау и визитная карточка визитная карточка на это посмотрел и записал присвоил себе как как это обычно фейсбуке делается это твой бренд теперь да да и я начал смотреть и в газетах того времени потому что у исследователей современных тоже этого нету я нашел что ничего подобного и ты написал книгу еще остались экземпляры да остались конечно то есть если кто кому-то кто заинтересуется мог тебе обратиться или где вели в магазинах магазине есть пленестарший так вот тут проходим недалеко от магазина пленестарший бесплатная бесплатная реклама там за деревьями михаилу трифонов кто был спонсор а кстати это были были спонсоры да нет это все на свои деньги делалось а в болгарию ты на чьи деньги летал ездил я болгарю если вопрос на любой вопрос можно не отвечать если он некорректно почему некорректно я поездку в болгарю готовил чуть больше года это была не такая простая как бы штука мне помогали московские коллеги которые писали письма через консульство через посольство потому что там уже не просто в болгарию приехать даже не там путевка надо было договориться заранее по работе с архивами в основном это вот через москву мне помогли за год до поездки я уехал где-то когда в марте прошлого года то есть я где-то за год севраля шнадцатого года ведь все документы у меня есть по этому поводу средства ты вот накопил специально это было накоплено плюс нету еще друзья помогли хорошие друзья да кстати друзья не знаю как витр иванович но если вам интересны мои передачи то напишите готовы ли вы тоже каким-нибудь образом поддержать наше частное телевидение ну мне интересно если мы устроим свой краудфандинг это потом потом сейчас нам сейчас нас главный виктор иванович мы перескакиваем я хотел еще узнать вот этой истории исторической но кем еще вернемся по биографии ты работал на заводе с чем-то там занимался я работал на заводе было регулировщиком радиоаппаратуры это до армия это был завод очень марш это была военная производство почему этот завод просто близко к дому или за или там династия относительно да близко к заму так получилось уже не помню точно чему научил ты вот я спрашивал травникова че а тебя чему научил завод ну завод он всегда учит определенной системе дисциплине порядку потому что вовремя надо приходить вовремя уходить соблюдать технологию соблюдать последовательность операций в этом смысле довольно полезно а а после армия момент извини мой предыдущий герой сказал что определенному уровню отношений учит заводы я согласен с этим конечно потому что то в любом случае должен выстраивать взаимоотношения определенное там люди то тоже все непростые работяги пролетарская среда и не только пролетарская среда пролетарская среда иногда подразумевает особый пролетарский язык ты пользуешься матершинными словами когда это началось извини на заводе или раньше да сложно сказать в армии ну в армии это вообще все на этом стоит поэтому с утра и до поздней ночи и мало кто понимает по-другому и завод конечно потом были у тебя случаи в жизни когда вот это вот совершенное владение особыми особенностями русского языка тебе выручала можешь привести пример это было и в армии это было и после армии ну например как в разных ну в армии как-то дело было что и был ну не то что валютный там типа командировки небольшой из-за меня там докопались три человека хотели уметь чемодан здесь это штатские или штатские но не таким по криминальным и пришлось так сказать выложить все знания языка и так далее схватил языка без кулаков и вошлось абсолютно да нет ну там кубоками сложнее было они бы меня там отментили ли я что такого богатырского сложения а тогда я вообще был кстати пробу про богатырское сложение ты добавляешь вот я такой можно не отвечать ты к своему росту добавляешь что-нибудь виде каблуков вот и человек такого ранее скорее интеллектуального сложения нет я считаю что мужчине главное не это размер размер не имеет значения ну а чтобы в корень что нормально как дерево язык тебе помог а в детстве в армии еще когда-нибудь бывало я вот так уже сложилось я спрашиваю 33 в детстве я не помню что нет нет я не я не про я сейчас не про матершину тебе когда били морду что называется нет конечно доводился прийти с разбитым носом естественно где в школе или когда я вообще в школе не играться как по мной все так обходились увидишь это вот как раз вот вопрос росте до роста и прочее если ты не обладаешь каким-то таким крепким физическим телосложением чтобы сразу так кому-то отдавать там или нападать вообще человек не агрессивный то приходилось это как-то компенсировать что я сама не упадала там за счет языка за счет там изоворотливости манипулирование там сознанием каким-то как-то исходить то есть интеллект интеллект добавляет а что было делать я даже не у меня и в армии даже такого не мало за два года даже когда молодым халатом у меня такого не было как дедовщина вас на балла то есть элемент хотел элемента были но это часть как бы армии часть общества конечно это было быть побыть битым это по жизни полезно физически пробить битым даже наверно как чему это очень как говорится за одного битого двух небит когда это наверное имеется в другом а они они физическом плане в политическом плане вот я знаю что были выбор ты правил в своей жизни прошел через несколько выборов несколько раз забирался депутатом а было что ты проигрывал естественно чего это учит понимаешь от главное ведь это как у человека идет по дороге до главными и самое страшное ведь не упасть самое важное сумеет ли человек подняться идти дальше потому что но это тоже при его хорошо знаешь что есть вот такой крутой какой-нибудь депутат потом проигрывает выбор да и вдруг исчезает и никто его больше не видит и не слышит так далее то есть вот какой стрессовой ситуации человек уходит это вот одна форма есть ну а тем более в политике это вообще нормальное дело когда выигрывает побеждает я только побеждаю ну это наверное есть такие факты ну нефти лучше понимаешь вот уинсон черчки выбора проиграл ну сказал что слабый политик а тебя что вот проигрыш тебя заводит или ты ходишь угнетенный тебе тут вот какая как как реагируешь на нее выборы в десятом году в госсовет была неудача у меня сильно обрадовалась жена по этому поводу что я буду дома теперь пропадение к опытам твоей депутатской обязанности она как так это все но в любом случае это конечно неприятно что тут говорить то неприятно что тем более политтехнолог там известный но это маленько другая как бы ситуация совершенно разные тут не обязательно быть технологом да и обязательно все время побеждать потому что сами выбора это очень много факторов зависит а почему проиграл как ты думаешь ну этот отдельно там к ситуация была носу ты проанализировал этот результат ну конечно проигрыш у тебя сейчас предстоят выборы кажется еще одни ну да так наш выбор директора так друзья друзья наш разговор никак не связан с предстоящей выбор для виктора ивановича это наша старая дружеская связь и тем не менее что за выборы как как ты к ним готовишься да как готовить просто работаю да и все знакомлюсь с людьми дальше пытаясь сейчас но это имеется ввиду чтобы понимали это директор института академического института это выбранная должность ну один из элементов окончательно утверждает кто выбирает чает это вышестоящий орган вот было фоно сейчас будет наверно министерство буквально несколько дней назад а есть процедура там выбранности трудовой коллектив избирает то есть кто работает там это похоже в чем-то на выборы вот в депутаты нет совершенно другая ситуация приходится но с электоратом надо работать приходится да ну что ночь приходится мне приходится работать в любой ситуации с людьми то есть каждый день вы не каждый никогда там присутствует не со всеми общаться разговаривать это есть ну и это не в таком плане что на эти будут выборы за меня проголосуете наверно будет глупо очень выглядеть а чем а чем ты берешь стараешь считаешь что надо сделать чего достаточно сделать чтобы не проиграть то есть сложно сказать понимаешь даже если будет там не очень удачный результат я не думаю что это будет трагедия это наверно трагедия всегда для того кто ни разу жизни битым не был и все а у такая вот вверх вниз в бок вправо влево поэтому довольно привычно все к этому точению есть очередной проект который надо там делать делать его честно красиво чем тебя удивила академическая среда ведь ты для нее чужой как бы или чужой ну относительно чужой в каком плане имеется вуду вот в таком вот плане а так как бы я же занимался науками пусть вузовской наукой но тем не менее это наук это исследование эта история и свое и городское сообщество и российская так на самом деле вот эта среда институтская такая к нам городковская она конечно принципиально отличается это я сейчас изнутри уже понял от всех других мне все таки за эти годы своей жизни очень много общения было это и бизнес это и депутаты и чиновники и пасе воскресе общественники всякие разные и армейская и заводская и сельская богатую да 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 интересная женщина выда замечать из твоих ипостасей вот ты был и чиновником высоким и там организатором академии известная твоя академия которую разрушила государство ну ладно это я уж для красного словца вот в твоих то что перечислил сферах деятельности рабочим был и солдатом служил куда бы ты сейчас от стоп ладно куда бы ты вернулся до несколько дней какую из этих сфер вот буквально на той самой машине времени тимур я думаю что для человека вот любое сфера где бы он не был этой части выжить и поэтому противопоставлять одну с другим я вот не могу сказать где там прям везде тут куда-то приходишь везде надо искать свои плюсы хорошая есть такая японская система там как говорят чем американские японцы отличается в американцев вот у американцев она такая значит символ свитания конкурентная все дух за другом следят и пытается отсюда у них там стресс и переживания а у японцев этого нету то есть там человек соревнуется сам собой он сравнивает себя со вчерашним днем там или год назад достиг он что-то или нет я тут еще молодцы прочитал и пытался так вот тоже все это делать мне например абсолютно нету там ни зависти ни ревности если кто-то там достиг успеха я могу только порадоваться за этого человека там за друзей там купил машину молодец классная машина защитил там диссертацию да ты вообще там классно для меня важно как бы вот есть у меня какое-то превращение да и у меня в этом плане как бы я так стремился ну зачем кандидатскую годик там дурака повалял начал заниматься дурака повалял в ничё сверну говорю так мы все дурака валяем как в этом отношении ну а что ты хочешь чтобы выходили серьезные таким прям а если так тебя а если вдруг тебя сейчас снова позовут заместителем губернатора или примерно этот уровень пойдешь тимур вот понимаешь у меня жизнь интересная была она как раз в этом и была вот у меня интересно что у меня в жизни были довольно часто такие вот повороты жизненные которым я сам ничего не прилагал как жизнь сама повернулась но она сама повернулась я для того чтобы стать зам губернатора не сделал ни одного шага сам то есть как бы это была очень такая смешная история на самом деле если так вспомнить это было в двух словах расскажу это был одиннадцатый год я был депутатом загсобрания ерченко был депутатом вернее губернатором и до конца одиннадцатого года с десятого в общем за год мы с ним ни разу не общались даже знакомы не были вот так вот лично а тут в одиннадцатом году были выборы в государственную думу приехали технологии значит там московский тут еще занимался занимались там единый россии у нас заказов не было работы не было у нас это у вашей корпорации обороты кстати группы очень многие уехали по разным городам и мы вот сработали в кузбассе и там стулею команде там с другими не лично с ним это выбора в госдуму гуля мы в новокузнецкий работали и там почет слава деньги опять-таки это хорошие деньги да на выборах а все время нет сейчас то что сейчас происходит это уже больше вернешься к выбору даже не то раньше это все таки были конкурентный выбор пусть там дикий рынок дикая конкуренция но тем не нет конкуренция была это требует определенных личностных качеств таких интересных это командная работа это постоянно было слеживать противникам это было интересно это был это драйв борьба а сейчас ну сейчас это больше идет в режиме сопровождения то есть если вопрос решается на другом уровне этой элитные там разборки договоренности где-то и когда определяется потом уже все только вот в режиме сопровождение идти это совершенно другая как бы стезя не привлекает а нам ну на первых не интересная на самом деле для этого нужны другие люди то есть я не подхожу для этой работы хорошо вернемся дёртенко что ну и получилось что тут были не очень хорошие результаты и как бы такие неприятности были а мы как раз вернулись от футбасса мы все-таки герои у меня был юбилей было очень много народу 50 лет не было там поздравление все сделали а тут через четыре месяца выбора президента 12-го года и надо было формировать новую команду и один наш тобой старый знакомый не буду говорить чиновник он мне 20 30 декабря позвонил говорит это одиннадцатый год с тобой хочет губернатор познакомиться ну я как бы так предчувствовал о чем разговор будет а у меня уже был заказ на компанию кемерово кузбассе где очень хорошо бы все это было и мне не очень хотелось оставаться как бы в этом плане но тем не менее как бы приходи и вот 3 января это я помню девнадцатого года я пришел юрченко губернатор это была наша первая встреча до этого не вот все время забавно когда наши такие ветераны наши вот так же из команда ёрченко тыс не я буду да я сам целых два года работал а ты сам поскольку работал кто десять кто больше то есть они там диму никого то что не имеет а я вот так это а сейчас ты с ним общаешься не мы общались он я ему то поздравляю днем рождения он не поздравляет она это на кредит это дежурный вообще ну тимур у нас с ним же не было никогда не дружеских отношений не какие-то на образы поддерживаете знакомств просто знакомства поддерживаем у нас были чисто служебные отношения можете рассказать как у черченко как человек или как руководителя чисто не собственно губернатор там или как политикал так может его характеризовать как человека не опять же не на все вопросы обязательно отвечать я к нему отношусь с глубоким уважением почему ты знаешь я работал с очень многими людьми с руководителями я тебе могу сказать что мне было с ним комфортно работать мы изначально договорились что я могу говорить все что я думаю все какие-то там идеи решение всегда оставалось за первым лицом это вполне естественно и понятно я наемник я могу говорить он это все воспринимал как бы и вполне спокойно ты прекрасно знаешь что есть много руководителей которые хотят слушать только какие-то хорошие вещи пример можно привести таких руководителей ну зачем чего я буду бежать как бы ты их знаешь хорошо среди бывших губернаторов например такие бывали да бывали ладно дальше про ёрченко он всегда это вполне адекватно воспринимался и можно было даже там и анекдоты говорить и шутить можно было порой даже на совещание где-то что целовать и удовольствие никакого тигрицу целовать и грицы удовольствие никакого и страху на терпись а ну понимаешь ну вы спорили ну конечно о чем ну сугубо по случебным делам то есть когда я мог там что-то сказать он мог самому не согласиться это вполне нормально как бы ситуация из того что ты сделал в качестве заместителя губернатора ты можешь отметить сейчас но какие-то такие решения которые до сих пор работают и ты ими доволен ну мы тогда выходили с инициативы и вот предложили награду области частности звание почетный гражданин новосибирской области этого не было сейчас это до сих пор работает кого понимает довольно приятно в этом отношении а потом ты не забывай что но это же работа чиновника это же не творческая какая-то деятельность это сугубо техническая и рутинная ха ха настроили я помню на у тебя был отдельный кабинет своей служебной машины вот и зашел в кабинет первый раз ты не почувствовал такую благость типа вот я вот я и поднялся там на некий уровень как здорово у меня машина вагиров секретарша кабинет во первых у меня была машина и до этого и ничуть не хуже как бы была машина и кабинет у меня был и это же довольно не хуже но то все-таки уровень область зарплату на примерате могу сказать зарплата была хорошая но если взять годовую дата на избирательных компаниях я мог зарабатывать заработал даже несколько выше и больше чем вот так зачем же ты пошел за моральным удовлетворением или или в том числе и чувство долга новые масштабы это пределах области хотелось попробовать ну как бы новый проект это хотелось попробовать как бы свои силы а коротко мужская чем это все закончилось ну как чем закончилось марте четырнадцатого года и очень как отстранили от губернаторства и мы остались перед фактом можно назначен городецкий я пошел к нему навстречу я уже написал заявление на увольнение а типа раз тебя один позвал то ты уже ну я считаю это правильно да я и сказал городецкий это такая должность и который должен быть человек с которым он должен быть комфортно работать поэтому и что вадим залипать ну он попросил меня остаться на две недели что там ситуацию что якобы это не какой-то ипотаж я согласился на потом пришел и подписался понятная работа верю по мере знаком со со всеми ныне живущими губернаторами до островников знаком какой опечатление производит ну вполне такое адекватное он конечно во многом отличается от будущих какую сторону отличается я бы не стал сравнивать кого-то с кем-то у каждого есть свое своеобразие чувствуется у него не стержит но он такой внутренний он конечно наверно у него нет таких вот этих то политических качеств такого понимания может быть общественной такой деятельности он конечно технарь как мне показалось до мозга костей и в этом но вот юрченко тоже как бы он такой знаешь технарь и у него была такая присказка ему куда что-то объясняет там пытается там вернее пытаюсь в блуд вести какой-то он говорит что тут разводишь то конкретно говорил я инженер какой-то инженеру расскажи там первое второе а кстати я уже говорю же как-то у меня от случай такой был этом я же гуманитарий не там надо что-то объяснить надо же подводку сделать какую-то этом подходил что-то рассказывал он ведь а давай короче там ну ведь там долго тректора льда и короче я говорю если встречи не могу короче я вам тут не инженер какой нибудь обидел нет но у него было хорошее чувство юмора вполне такое с ним можно было но ты же понимаешь что всегда человека чувствуешь таки можно шутить и мы с тобой тоже знаем немало чиновников и водитель с которыми шутить было не очень правильно они не вообще-то я считаю ущербные люди у которых не чисто юмора первую очередь надо относиться ко всему читам юмора к себе самая ирония относиться без этого там если ты будешь как-то верю чиновник там кабинету думать все жизнь удалась села такой это все конченный человек в моем понимании и я например прекрасно знал что замгубернаторство это лишь очередной этап очередной проект он рано или поздно закончится не только этапы не буду я вот это директорство в институте это тоже этап или это вот как что для тебя ну я думаю что да ну если я сейчас сяду и буду мечтать что буду работать их пор пока не вперед ногами вынесут это конечно будет конечно эта ситуация такая непростая вот нам опять повезло жить в эпоху перемен от одного другого как бы ситуация многих коллег это не очень все устраивает многие десятилетия кто-то отработал в той эпохе еще старой и сейчас эта ломка идет такая психологическая я их очень хорошо понимаю это тяжело как бы перестраиваться так чем задача твоя как директора у меня задача непростая организовать как бы работу учреждения по новым правилам которые сейчас устанавливается как работа учреждения это принципиально отличается от того что это было то есть это вот выработка государственного задания мы должны давать о это все как-то я чувствую длинно рассказывать вот то есть у тебя достаточно точно понимаешь свою задачу я стараюсь этого делать у тебя сформулирована уже цель или ты просто ты не просто кресло занимаешь его так примитивно спрашивание задачик покрыть посидеть кого не надо было прийти сначала познакомиться с людьми и мы познакомились они нам и мы познакомились какие-то там посмотрели лакон и вот сейчас коллегами делаем электронный журнал который нужен для публикации трон и смысле компьютере я имею я не правиль спасибо в интернете это будет научный журнал дим институт будет как учредитель для публикации наших сотрудников нам удалось как бы сформировать определенную командирку кстати люди-то все очень хорошие как бы мне приятно 7 работа от а за что в институте не хватает курилки знаю ну по закону запрещено курить все в помещениях поэтому и как ты будешь решать эту задачу люди забывать люди курящие ну бывает конечно но ну что теперь делать муж не можем закона нарушать я там будет во дворе сделаем что-нибудь такое чтобы можно было только по закону а просят она только проситом сделаем курилку не сделаем нет такого нет там же нет такой это же не зовут где-то надо работать до вечера там два присутственных дня в общем-то все остальное тут только административный аппарат работает а корпоративы бывают у ученых бывает ну при мне еще не было то есть они организовывающие нечетку я тут с января месяца поэтому наверное неправильно было если при приехал сразу гулянку не закатил там до этого сам нет такого способа спой как это спайный коллектив спойный ой неправильно но несложно сказать я пока не знаю ну вот ему это должен понимать я абсолютно чужой человек и вдруг меня туда приводит отставляет естественно там было очень большое напряжение изначально опасения что сейчас придет под казаду и какой-то злодей до достанется ржавую шахту на кетгу вырубить как бы поэтому они тоже не пьешь да я не пью сейчас моего коллектива не получится возле чай я пью конечно кофе алкоголь не питала не пришел как вообще не пиво ничего не видно нет вообще да почему ты знаешь это было у меня такое осознанное решение на это восемьдесятый год по моему был да да 19 февраля восемьдесят историческая память про жилу помнишь про выпивку и что-то решил почему в силу своего темперамента что и человек довольно активный а в молодости часто впадал в некие крайности стой-стой-стой-стой-стой тебя доводилось добиваться до дура до бессознания